Здравствуйте! Кто изображен у вас на портрете? Это мой отец. Как его зовут? Озеев Алексей Петрович. Расскажите историю, что знаете? О том, где воевал, когда вернулся. Мой папа воевал на Карельском фронте, но был призван еще до войны за два года. В 1939-м. Вернулся в 1947-м. Дослуживал. Расскажите, что папа рассказывал? Какие истории, может быть? Он служил в разведке. Истории много не рассказывал. Он не любил хвалиться. Стреляли, пули свистели, осколки. Живы будем, не помрем. Гордитесь? Очень горжусь. И внук со мной. Мой внук. Преименность поколения есть? Рассказывайте внуку. Он все знает. Все награды. Все знает. Спасибо большое. Спасибо за вашу память с праздником. Идем дальше. Здравствуйте. Расскажите, кто у вас на портретах изображал? Витя? Отец. Карельский Петр Михайлович. Расскажите, что знаете? А где воевал? Когда ушел на фронт? В 43-м ушел на фронт. В 45-м вернулся. Имеет медали за отвагу. Гвардеец. За взятие Будапешта. 8 мая 45-го закончил войну в Будапеште. Что рассказал папа? Какие истории? Ну, особо не рассказывал. Не очень разговорчивый. Он не любил рассказывать. Да. Вообще про войну не любил рассказывать. Видимо, очень тяжело было, поэтому не рассказывал. Гордитесь? Да. А мой дед, всего ничего под ржевом без вести и ничего, даже военной фотографии не осталось. Абсолютно ничего. То есть пропал без вести, ничего не известно, да? Да. И дети. Вот трое детей осталось. Моя мама, ну, по тем законам, даже пенсию не получали. А вы пытались как-то найти, может быть? Пытались, пытались, да. В мемориале есть данные, немножко искажены, дата рождения искажена. Вот пытаемся сейчас в военный архив сделать запрос, потому что все, что было под ржевом, там засекречено было, потому что данных не было никаких абсолютно. Сейчас потихонечку что-то выкладывается, но я думаю, что пока поисковики, если не наткнутся, потому что их загнали в болото, там один свидетель был, а он был командиром, его как командира практически первого сдали. Вот он видел, что его волокли, а дальше судьба неизвестна. Такие дела. Спасибо, с праздником. И вас тоже. С праздником, спасибо. Идем дальше. Здравствуйте. Расскажите, кто изображен у вас на портрете? Это мой прадед Мухорин Павел Иванович погиб, освобождая блокадный Ленинград от кольца фашистского. Что знаете о прадеде? Где-то черпали информацию в источниках, в архивах? У нас все родственники знают, как погиб прадед. Он был в Верховашском районе в одном из сельских поселений, председателем сельского совета. У него была бронь, но он ушел добровольцем на фронт и спустя год погиб. Гордитесь? Очень. Обязательно. А детям рассказываете о подвиге? Конечно, вот можно спросить, они все знают. Все знают? Конечно. Расскажи, что знаешь? Это получается про дедушку? Это про прадедушку. Про прадедушку. Как зовут? Мухорин Павел Иванович. А что знаешь, где воевал про прадедушку? По Ленинградам. По Ленинградам. А ты гордишься? Угу. Молодец, с праздником, спасибо. Здравствуйте. Кто изображен на вас на портрете? Это отец. Как зовут папа? Участник конституции. Я Павел Иван Степанович. Расскажите, где папа служил? Когда ушел? Так, он пошел в армию в 40-м году, уволился в 46-м. Так, после ранения был в СМЕШ и служил. Знаете, ты говоришь, СМЕШ? Нет. СМЕШ пеленная, такая организация НКВД. Все. Что папа рассказывал? Какие-то истории? Много рассказывал, но сейчас уже не помню. Давно уже было так. Спасибо, с праздником. Спасибо за вашу память. Здравствуйте. Кто изображен на вас на портрете? Это мой дедушка. Крапивин Николай Прохорович. Их три брата было. Вот вся моя семья впереди идет. Здоровья вам. Спасибо, с праздником. Здравствуйте. Кто изображен у вас на портрете? На моем портрете изображен мой дед, немыто Федор Гаврилович. Принимал участие в боях на Северном фронте, на Карельском. Вернулся с войны, дедушка? Да, вернулся с войны, с наградами, с ранениями, в том числе и тяжелые ранения. А что рассказывал? Какие истории? Ну, к сожалению, он рано умер, и я его не застал. Спасибо большое, с праздником. Пока, с праздником. Бессмертный полк уже зашел на площадь Маратсей. Вы видите эту колонну? Все несут над головами портреты своих отцов, матерей, прадедов и дедов. Сейчас колонна закончит свое шествие и начнется парад.